МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Камень дороги Карелии собрала специалистов из России и зарубежья. Музей был закрыт, и, честно говоря, было непонятно, когда он снова откроется и откроется ли. А теперь есть какая-то надежда. Личными силами и средствами выпускники разных лет Петрозаводской школы восстанавливают музей. В вашем регионе работают настоящие профессионалы, и это было сразу видно на самом деле. Техника работы очень потрясающая. Вкусный конкурс в Петрозаводске состязались шеф-повара городских кафе и ресторанов. Сегодня в Петрозаводске открылась 15-я выставка «Карельский камень. Дороги Карелии». Традиционно в ней принимают участие компании из нашей республики и других регионов России, а также иностранные коллеги из республики Беларусь и Финляндии. Выставка «Карельский камень. Дороги Карелии» – это площадка для демонстрации материалов, оборудования, техники и услуг компаний, работающих в горно-промышленной и дорожной отраслях. Особое внимание в этом году направлено на развитие горной промышленности и привлечение инвестиций. Структура экономики региона выглядит таким образом, что треть всего промышленного производства занимает именно горно-промышленный комплекс. И мы сегодня, безусловно, видим, что эта отрасль горно-промышленная имеет очень большой потенциал развития. Но для того, чтобы здесь идти в ногу со временем, для того, чтобы этот потенциал реализовывать, нам, безусловно, сегодня необходимо внедрение новых технологий. И как раз-таки проводимая сегодня юбилейная, 15-я по счету, выставка «Карельский камень дороги Карелии» это та площадка, на которой есть возможность и производителям техники, и потребителям этой техники обмениваться опытом, заводить новые бизнес-контакты для того, чтобы развивать нашу горно-промышленную отрасльную республику. Я считаю, что Карелия обречена на успех в освоении минеральной сырьевой базы. Вопрос только времени. В итоге это будет самый главный регион России по добыче полезных ископаемых. В рамках выставки запланирована деловая программа, в том числе республиканское совещание по вопросам развития горно-промышленного комплекса «Карелия» и круглый стол по вопросам развития минерально-сырьевой базы региона. Выпускники Петрозаводской школы номер 17 подхватили акцию «Подари тепло». Ее суть в том, что любой желающий может спонсировать установку современных окон в своей школе или помочь родной альмаматор решить другие насущные проблемы. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил запустить акцию во время недавней поездки в Медвежегорский район. Там в местной школе номер один уже установлено семь стеклопакетов в мастерских и спортзале. Благое дело начали и выпускники разных лет Петрозаводской девятой школы. На собственные средства они пытаются восстановить школьный музей. По случаю приезда съемочной группы некоторые экспонаты школьного музея достали с полок. Много лет их не видят ученики и выставлять негде. А раньше музей с более чем 30-летней историей был гордостью учебного заведения. Здесь бережно хранили все, что связано со старейшей школой Петрозаводской и ее знаменитыми выпускниками. Это курточка Владимира Морозова, нашего известного, но не только карельского поэта. Он обучался в нашей школе с 1945 года. После эвакуации поступил в 6 класс 1945 года и закончил школу в 1950 году. Педагог Ольга Третьякова с нежностью держит один из самых дорогих экспонатов, который ранее украшал школьный музей. А на его открытие, вспоминают учителя, в 1984-м был приглашен один из самых известных выпускников девятой школы – Владимир Пчелинцев, герой Советского Союза, знаменитый снайпер Великой Отечественной. Часть экспонатов приносили сами выпускники. Что-то случайно находилось в стенах учреждения, но в трудные 90-е музей закрыли. Что-то было безвозвратно утеряно. Потом его снова открывали и снова закрыли на ремонт. Музей был закрыт. И, честно говоря, было непонятно, когда он снова откроется и откроется ли. А теперь есть какая-то надежда. Эта самая надежда появилась после того, как с десяток выпускников разных лет взялись за возрождение. Общими усилиями вложили уже порядка 200 тысяч рублей. Сделали пол, потолок, стены. Нужно еще примерно столько же средств, поэтому работа идет медленно. Но идея восстановить музей стала едва ли не делом чести. Школа стоит в центре города имени Фродкова. Она очень много пережила и в военные времена. Я помню, что даже финские войска, когда уходили, они здесь много чего оставили. То есть чернила, еще что-то, когда писали даже между строк в газетах ученики. Она очень много пережила. И у нее, конечно же, должна быть история. Выпускники-меценаты скромны. О своем благом деле не очень хотят говорить, но обещали подключить и других бывших учеников к своей работе. Тем более и глава Карелии призвал всех помогать своим альмаматор. Вы лично чем можете помочь в плане восстановления музея? Я обладаю отличными строительными навыками и, в принципе, готов принять участие в реставрации музея собственными силами. После возрождения музея, надеются, в школе он будет современным и обязательно пополнится новыми экспонатами. Анжела Маркевич, Борис Касьянов, САМПО ТВ, 360. На одном из самых проблемных пешеходных переходов в Петрозаводске начали устанавливать светофор. Нерегулируемая зебра на улице Мерецкого в районе дома номер 5 не раз попадала в сводки дорожно-транспортных происшествий. В течение этого года именно здесь произошли две аварии, в которых трое несовершеннолетних пешеходов получили травмы. Инициатором установки светофора на этом переходе стала госавтоинспекция города. В ГИБДД считают, что регулируемый пешеходный переход сможет предотвратить в дальнейшем подобные ДТП. На этом месте светофор нужен обязательно. И именно светофор пешеходный для того, чтобы без кнопки карам 30 секунд для пешеходов, 2-2,5 минуты для машин. И все будут довольны. Выяснили, какому количеству мигрантов разрешат в 2019-м приехать в Карелию. Узнали первые итоги наших участников на Обилимпиксе. А еще подскажем, как подарить новогоднее чудо детям из больших семей. Об этом и не только. В рубрике «Коротко». Правительство России утвердило количество квот на выдачу иностранным гражданам и лицам безгражданства. Разрешение на временное проживание в регионах. В Карелию в 2019 году смогут приехать 350 мигрантов. Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии проведет прием граждан. С жителями встретится руководитель ведомства Александр Воронов. 29 ноября с 16 до 18 часов по адресу улица Свердлова, 8. 23 и 24 ноября в Петрозаводске пройдет форум-фестиваль «Семейная Карелия». Это уникальная площадка для обмена мнениями, опытом, решения вопросов родителей, которые уже стали или планируют стать приемными. По результатам первого соревновательного дня на национальном чемпионате Обилимпикс в Москве карельские участники заняли два первых места и одно второе в своих компетенциях – психология, экономика и бухгалтерский учет и ремонт и обслуживание автомобилей. 30 ноября петрозаводчане добровольно и бесплатно могут сдать тест по истории Отечества. Акция посвящена 25-летию Конституции России. Тест будет доступен онлайн на сайте проекта 30 ноября с 11 часов. Центр попечения объявил рождественскую акцию. Чтобы стать участником, необходимо купить подарок для ребенка, упаковать, подписать для многодетных, указать для мальчика или девочки и примерный возраст и принести в приходской дом Екатерининского храма. О профессиях для настоящих мужчин рассказали сегодня школьникам и студентам Петрозаводска. Ежегодная профориентационная выставка в городском дворце творчества собрала несколько сотен человек. Кем мечтают стать современные подростки и какова роль девушек в мужских профессиях, выяснял Денис Тюрин. Руслану Анхимову 15 лет. Со своим будущим он уже определился. Хочет попасть в воздушно-десантные войска. Серьезной подготовки и требований не боится. Нормы ГТО он сдал на отлично, получив золотой значок. Я хочу поступить в ВДВ, так как я хотел бы научиться прыгать с парашюта и служить своей стране, родине. Настоящие мужские профессии не пугают и девушек. Яна Наумова участвует в работе поисковых отрядов и представляет, что такое помогать родине. В будущем планирует стать военным врачом. С восьмого класса мечтаю стать военным медиком, побывать в разных горячих точках, помогать служить, отдавать долг своему отечеству. На выставке представлено множество вузов, как федеральных служб, так и военных учебных заведений. Молодые кадры требуются везде. Надеемся больше на наших защитников, на мужчин. Но девушки у нас тоже проходят службу, на личном примере могу сказать. И они тоже очень востребованы. К нам приходят ребята, которые учатся в среднепрофессиональных, высших учебных заведениях. И мы им рассказываем, что у них есть возможность поступить на военную службу по контракту, минуя военную службу по призыву. Все желающие смогли узнать об интересующих их специальностях, задать конкретные вопросы и может даже сделать выбор. Ребята должны знать, что они, обучаясь в таких учебных заведениях, однозначно имеют стопроцентную гарантию трудоустройства у самого социально ответственного работодателя, это государство. На торжественном концерте свои таланты продемонстрировали учащиеся кадеты, будущие военные. Поприветствовали и ветеранов различных родов войск. После знакомства с выставкой и концертной программой «Настоящая солдатская каша». Сколько ребят свяжут свою жизнь со службой родины, пока неизвестно. Но красивыми фотографиями их странички в социальных сетях пополнится точно. Денис Тюрин, Сергей Беляев, САМПО ТВ, 360. Холодная закуска из семги за 20 минут, а также салат из запеченной свеклы, свиные ребра и крем-брюле. Сегодня в Петрозаводске состязались шеф-повара кафе и ресторанов. Их мастерство оценивала международная команда под председательством всемирно признанного эксперта, вице-президента Международной ассоциации кулинаров России Тамары Шаровой. Чем удивляли строгая жюри наши повара. Салаты, горячие блюда, закуски, десерты. Конкурс профессионального мастерства среди шеф-поваров начался с презентации домашнего задания. Участники представили заранее приготовленное фирменное блюдо своего заведения. Илья Вишневой представил настоящее произведение кулинарного искусства, созданное по авторскому рецепту. В Петрозаводске он работает почти 8 лет. Приехал из Санкт-Петербурга за любимой девушкой. У меня за это время очень много изменений. Я ввел карельскую кухню. Самое мое большое достоинство. У меня родился сын два года с половиной назад. Это вообще для меня счастье. Да, самый натуральный карел, да, появился. Жюри – международная команда экспертов из России и Норвегии. Осматривают блюда с пристрастием, задают вопросы. Затем отправляются на дегустацию. Председатель жюри Тамара Шарова. Вице-президент Международной ассоциации кулинаров России, почетный член Ассоциации поваров Великобритании, Израиля, Черногории. И это только две из длинного списка ее регалий. Эксперт призналась, ее удивить трудно. А в Петрозаводске она отметила хороший уровень мастерства наших поваров. Мне очень понравилось, на самом деле. Я была несколько, даже можно сказать, шокирована тем, что в вашем регионе работают настоящие профессионалы. И это было сразу видно, на самом деле. Техника работы очень, ну просто потрясающая. Отметила эксперт и скорость работы наших поваров. На следующее испытание отвели 20 минут. За это время нужно было приготовить блюда из одинакового набора продуктов прямо на конкурсной площадке. Все участники справились с заданием раньше срока. Конкурсы всегда продвигают конкуренцию здоровую, повышают профессионализм. И, конечно, самое главное, от этого выигрывает горожанин. Лучшим в своем деле на конкурсе профессионального мастерства сегодня стал Илья Вишневой. Второе и третье место заняли Дмитрий Ильин и Михаил Завидов. Светлана Воробьева, Борис Касьянов, САМПО-ТВ 360. На сегодня это все новости. Всего вам доброго. И оставайтесь с нами на САМПО-ТВ 360. САМПО-ТВ 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 САМПО-ТВ